Глобальное противостояние между Советским Союзом и США заставляло обе страны постоянно совершенствовать и наращивать свой военный потенциал. Лучшие умы по обе стороны железного занавеса были привлечены к созданию нового вооружения, будь то стрелковое оружие или баллистические ракеты. Иногда в этой гонке вооружений вперед вырывалась одна страна, иногда другая. Так, например, случилось, когда Соединенные Штаты обогнали СССР в деле создания истребителей четвертого поколения. И теперь уже Советскому Союзу требовалось догнать и перегнать Соединенные Штаты. Но когда новый советский истребитель Су-27 готовился к испытаниям, выяснилось, что он не будет превосходить своего заокеанского оппонента, истребитель F-15. Требовалось предпринять серьезные шаги, чтобы выйти из сложившейся ситуации. К такому развитию событий многие уже были готовы. Субтитры создавал DimaTorzok В ОКБ Сухого инициатором кардинальной переделки истребителя был главный конструктор самолета Михаил Симонов. Но последнее слово было не за Симоновым, а за генеральным конструктором всего ОКБ. Эту должность занимал Евгений Иванов. Он работал в конструкторском бюро более 30 лет и помнил все вехи его становления, в том числе и временное закрытие. И на этот раз могли последовать жесткие оргвыводы. Тем более, что в этот период уже был остановлен один грандиозный проект ОКБ – ракетоносец Т-4. Немало потратили денег и на Су-27. Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре фактически был готов к серийному производству истребителя. А теперь самолет предлагалось сделать чуть ли не заново. Принять такое решение было крайне непросто. С одной стороны, все было хорошо поставлено, то есть проект шел полным ходом. Более того, рабочие движения были выпущены и пошли в Комсомольске в производство. Мы, значит, активно взялись за этот самолет, прямо скажем, и работали с большим энтузиазмом. Подняли весь коллектив. Весь коллектив, значит, на самолет Су-27. Вот, но дальше надо было принимать решение. То есть выпустить посредственный истребитель в серию – это, в общем, несложно. И я думаю, что в истории нашей авиации так достаточно часто и бывало. Мы считаем, что все хорошо, а идет машина на среднем уровне. Начали, значит, уже выдавать эти самолеты. И вдруг в 78-м году узнаем, что все на этом все. Главный инженер на дыбы, главный технолог на дыбы. Столько сделано, все, значит, на смарку и так далее. Если мы делаем боевую машину, то у нас выход только один. Сделать ее такой, чтобы она победила противника. Если мы не можем сделать машину такой, чтобы она победила противника, ну, как говорится, надо принимать серьезные меры. Либо стреляться, либо... Значит, такие проигрыши – это проигрыши государственного плана. Поэтому мы могли сделать только машину лучше американцев. Первое, значит, впечатление или первая реакция – ну, куда же смотрели, что думали. Ну, ну, а потом, а что делать? А что делать? Побывал в КБ, меня, так сказать, убедил Михаил Петрович Симонов. Нужно было побеждать, значит, противника. А он, к сожалению, не побеждал. Когда уже самолет становится на производственном заводе, когда уже затрачены большие средства на оснастку, на все технологические процессы, ломать в это время схему самолета – это очень надо быть смелым человеком. Вот. Симонов на это пошел. Самую высшую степень негатива оценил тогдашний министр авиационной промышленности Силаев. Когда мы закончили все переговоры, и было принято решение, значит, самолет разрабатывать заново. Вот. Тут он и сказал, что вот, Михаил Петрович, хорошо, что сейчас не 37-й год. Если бы закрыли фирму сухого, тогда можно было говорить, это катастрофа какая-то. А то, что пришлось перестраиваться и с конструктором, и с серийным заводом, это была очень серьезная и сложная структура. В те времена все решалось хорошо. Ну, формально он отвечал требованиям. Я не могу сказать, что он не отвечал требованиям. Он не отвечал требованиям, конечно. Конструкторское бюро достаточно грамотное, и грамотные конструктора. Конечно, они сделали все нормально. Но я говорю, что он по маневренности не был таким, каким мы его видим сегодня. Сам процесс переделки был связан с определенными причинами. Был недобор характеристик самолета по определенным показателям. Но это сейчас не так важно, как бы, а важно то, что у конструкторов внезапно появилась возможность уже изначально разработанный достаточно удачный проект, пересмотреть некоторые принятые технические решения. И за очень короткий срок, в интервале где-то с ноября 77-го, буквально до января 78-го года, реально улучшить характеристики самолета. Итак, что же сделали для улучшения характеристик самолета? Главная изюминка истребителя, конечно же, осталась. Это интегральная схема, при которой крыло с корневым наплывом и фюзеляж образуют единый несущий корпус. Вот слева самолет первоначальной компоновки. Справа новая машина. Как видим, внешне они очень похожи. Впрочем, дальше сходство заканчивается. Для достижения заданных скорости и дальности необходимо было снизить аэродинамическое сопротивление самолета. С этой целью по-другому расположили агрегаты двигателя. Мотогондолы теперь создавали меньшее сопротивление. Изменили обводы носовой части фюзеляжа. Переделали конструкцию шасси. В убранном положении оно стало компактнее. По результатам продувок и летных испытаний выбрали оптимальное расположение киви. Наибольшего эффекта в плане достижения заданных летных характеристик ожидали от крыла. На самолете первоначальной компоновки оно имело плавные очертания. Мы, может быть, вместе недооценили поведение самолета на больших углах атаки. И как только Ильюшин полетал, он сразу сказал, что увеличение угла атаки свыше 6-7-8 градусов приводит к вибрации крыла. Новое крыло приобрело строго выраженную трапециевидную форму. Переднюю кромку оснастили отклоняемыми носками. По мере изменения угла атаки носки автоматически отклоняются, что позволяет улучшить устойчивость самолета на больших углах атаки и повысить его несущие свойства. И самое интересное то, что при этом уменьшалось еще и лобовое сопротивление на этих больших углах атаки. То есть нужна была меньшая тяга для совершения маневра. То есть эффект получился потрясающий совершенно. На задней кромке крыла появился новый орган управления – флоперон. Традиционно там размещены закрылок и элерон. Закрылки работают на взлетно-посадочных режимах, обеспечивая максимальную подъемную силу при малых скоростях. Элероны служат для поперечного управления самолетом. Так вот, флоперон – это единый орган управления, выполняющий функции и закрылка, и элерона. Как результат – выигрыш в весе и прочности. Изменению подверглись и другие элементы конструкции. Переднюю стойку шасси переместили на 3 метра назад. Это предохраняло двигателей от попадания посторонних предметов. По этой же причине воздухозаборники двигателей снабдились защитными сетками. Они автоматически открываются и закрываются при взлете и посадке. Сетка представляет собой титановую панель, которая состоит из 100 тысяч квадратных ячеек размером 2,5 миллиметра каждая. В первоначальном варианте тормозные щитки находились в нижней части фюзеляжа. При их выпуске на самолете начиналась вибрация. Чтобы от нее избавиться, тормозной щиток расположили сверху. Новый тормозной щиток потребовал изменить конструкцию фонаря кабины. Он теперь не сдвигался назад, а открывался вверх. Так обеспечивалась безопасная траектория сброса фонаря при катапультировании с выпущенным щитком. И еще одна немаловажная деталь. Количество точек подвески ракет увеличилось с 8 до 10. В результате истребитель изменился настолько, что впору говорить о новом самолете. Он имел заводской шифр Т-10С, то есть серийный. Впрочем, официальное обозначение самолета осталось прежним. Су-27. Построенные же самолеты первоначальной компоновки решено было использовать для всесторонних испытаний. В процессе работ менялся главный конструктор самолета. В 79-м году, после того, как Михаил Симонов ушел работать в Министерство авиационной промышленности, эту должность стал занимать Артем Колчин. В 81-м году его сменил Алексей Кнышев. Что же касается Симонова, то он вернулся в ОКБ в 83-м году, причем уже в статусе генерального конструктора. Первый полет новой машины состоялся 20 апреля 1981 года. Пилотировал истребитель, летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Первый полет – знаменательное, даже праздничное событие в жизни самолета. А дальше… А дальше начинаются трудовые будни. Прежде чем машина поступит в войска, ее в прямом смысле слова должны проверить на прочность. Хроника испытаний всегда полна и побед, и разочарований, а порой и трагедий. В декабре 81-го случилось тяжелое летное происшествие. На скорости 2300 км в час разрушилась головная часть фюзеляжа истребителя. Этот полет стал последним для летчика-испытателя Александра Сергеевича Комарова. А до этого, в предыдущих трех полетах, когда мы выходили на Большой Мах, летчик жаловался Саше, что он стучит за спинкой. Испытание приостановили, но потом человеческий фактор сыграл. Потребовали еще один, вернее, захотели еще один полет. Это было зимой 22-го декабря. Долго его искали. И летчик с вертолета, спасательная команда, увидел. Макушка одной из елок. Она вся в снеге, а там какой-то след такой вниз. В этот район выехали, нашли его. Он прям сидел в кресле. Испытание – это вообще сложный период для жизни самолета, потому что нужно было подтвердить все данные, заложенные в технических требованиях этого самолета. Испытания шли, я скажу, очень тяжело. Потому что, в принципе, такого редко когда бывает, когда самолет полностью новый. Потому что, как правило, всегда 10%, 20% нового применяется. Здесь было новое все. Были очень интересные случаи у Коли Садовникова в одном из полетов на предельных режимах проверки прочности. У него произошло разрушение части крыла. Но он-то этого сначала не понял, если самолет каким-то образом завращал, а затрясло на очень большой скорости. Но он его успокоил. Мастерству его и выдержки нужно только позавидовать в этом смысле. Ну и как в той песне он пролетел на честном слове и на одном крыле. В 82-м году мы фактически прошли основной этап испытаний. Вот результаты сразу как-то успокоили всех. Хотя за сроки, конечно, нас гоняли прилично. Но тогда это умели делать и правильно, в общем-то. После прохождения первого этапа испытаний к работам подключились военные летчики-испытатели. И снова предельные режимы. Совместно с военными определялось оптимальное расположение приборов и переключателей в кабине. Летчику должно быть удобно на всех этапах полета. Возникали и спорные ситуации. До сих пор все торможения колес, торможения на земле, летчик проводил рукой на ручки управления самолетом. Мы перешли на торможение педалями. Летчики приняли это в штыки полностью. Единодушное не только так, как было. Читлин летал ведущий летчик по испытаниям, было от военных. Пролетел, вот обождите, я соберу свою команду. Часа полтора, что они там говорили, но мы не ходили. Переругались, переспорили. Выходит, ничего не трогайте. У вас сделано лучше. Параллельно с полетами не прекращались исследования и на земле. Здесь за короткое время машина подвергалась таким нагрузкам, которые она испытала бы в течение долгой летной службы. Цель всех испытаний – найти слабые места самолетам. Найти и исправить. В 1985 году истребители стали поступать в авиацию ПВО и в военно-воздушные силы. Параллельно-воздушные силы. Параллельно-воздушные силы. Длина самолета – 21,9 метра. Высота – 5,9 метра. Размах крыла – 14,7 метра. Максимальная взлетная масса – 28 тонн. Максимальная скорость полета – 2500 км в час. Дальность полета – 3900 км. Практический потолок – 18,5 км. Максимальная перегрузка – 9 единиц. Первые же отклики из полков свидетельствовали – создан выдающийся самолет. По боевой эффективности он заметно превосходил все предшествующие советские истребители. Этот самолет, ну, сразу мы почувствовали простота, удобство пилотирования, высокие маневренные характеристики. И, что самое, вот считаю, очень важное для летчика, сразу требования появились уже к физиологии летчика, возможностям физическим выдержать такие перегрузки, чтобы использовать полностью маневренные характеристики самолета. И в то время я вспоминаю, как казалось, что вот мечтал вот о таком каком-то уровне, да, этого самолета, а он, оказывается, превзошел все твои ожидания и все то, о чем ты мечтал. Настало время громко заявить о себе на весь мир. В 86-м году для установления мировых рекордов был подготовлен специальный самолет. А поскольку Су-27 на тот момент все еще оставался секретным, рекордная машина получила открытое обозначение П-42. Когда нам сказали, не, вот Су-27 не годится, вашу программу мы утвердим, подпишем, но поменяйте название самолета. Я предложил, значит, взять первую букву, значит, отца звали Петр Васильевич, вот, я предложил первую букву взять от его имени. П. Во время Отечественной войны, во время Сталинградской битвы, он работал в штабе, в политотделе 66-й армии. И погиб там. Ну, год, 42-й, год как раз побитый под Сталинградом, получился П-42. Как и подобает рекордному самолету, П-42 не имел ничего лишнего. Машина была максимально облегчена. Удалили даже краску. Это обычная практика. Когда американцы устанавливали на своем F-15 рекорды скороподъемности, они поступили так же. Более того, рекорды они устанавливали зимой. При низких температурах двигатели развивают наибольшую тягу. Кстати, вот тут самое место рассказать про еще одно важное отличие истребителей четвертого поколения, к которому, собственно, относятся Су-27 и F-15. Тяга-вооруженность этих истребителей больше единицы. То есть тяга двигателей превышает вес самолета. Силовую установку для Су-27 разработали в конструкторском бюро Архипа Михалча Люльки. Его КБ к тому моменту имело богатую историю. Первый советский турбореактивный двигатель там разработали еще перед войной в 41-м году. После войны история этого конструкторского коллектива была очень тесно связана с ОКБ Сухого. Большинство самолетов марки Су оснащались двигателями АЛ, Архип Люлька. На Су-27 установлено два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-31Ф. Их суммарная тяга на форсажном режиме составляет 25 тонн. Нормальный же взлетный вес истребителя — 23 тонны. Вот и получается тяга-вооруженность больше единицы. Для сравнения, у истребителей предыдущего поколения это значение составляло 0,8. Что касается рекордного самолета, то после того, как его облегчили, а двигатели максимально форсировали, тяга-вооруженность на взлете достигла почти двух единиц. И тут возникла неожиданная проблема. Тормоза не удерживали машину на старте. Поэтому самолет решили цеплять тросами к тяжелому тягачу. Включили форсаж и потащили вместе с собой еще этот танковый тягач. Потом пришлось еще найти на аэродроме, нашли на аэродроме могучий горный бульдозер, огромный, не знаю, что он у нас на аэродроме делал, но такой оказался. Вот этот бульдозер еще уперся своим лемехом в танковый тягач, под него подставили еще упоры. И вот только эта система смогла удержать самолет при включении форсажа. После того, как летчик включал форсаж, тросы отцеплялись, и самолет стремительно взмывал в небо. Машина достигала скорости звука, поднимаясь практически вертикально. С 1986 по 1988 год на П-42 было установлено свыше трех десятков мировых рекордов. Так летчик-испытатель Виктор Пугачев набрал высоту 3000 метров меньше, чем за полминуты, а точнее за 25,4 секунды, на 2 секунды быстрее, чем рекордный F-15. А Николай Садовников достиг высоты 15 километров за 1 минуту 16 секунд, на 7 секунд быстрее американцев. Победа в первом, пока еще заочном, противостоянии осталась за Су-27. В начале 90-х появилась возможность проведения показательных воздушных боев между Су-27 и F-15. В 92-м году летчики Липецкого авиацентра посетили с дружеским визитом базу ВВС США в штате Вирджиния. Первый воздушный бой мы встретились, договорились. Вот в такого положения, кто выйдет из него и зайдет хвост. Ну, первым, естественно, они. Впереди мы сзади. Пытались они маневрировать, ничего не получается. Меняемся места. Я выхожу вперед, а этот американский летчик-командир эскадрильи сзади. И с этого положения я должен уйти от него и зайти ему в хвост. Вот тогда это считается победой. Заведомо он в прекрасном положении. Ему задача только удержаться. Я его увлекаю вверх. С набором высоты выполняю форсированный боевой разворот. Он, естественно, идет за мной. Теряет скорость в пределах меньше 650 километров. И далее полное преимущество самолета Су-27. То есть я через полтора виража захожу ему в хвост. Он ничего же сделать не может. И мы потом беседовали с американцами. Ихний генерал летал с нашим генералом на спарке Су-27. Он вышел, а тут он был восторг. Вот он прям честно признался. Вот мы подошли, как вуа, говорит. Лучше, чем ихний F-15. Первое представление о внешнем облике нового советского истребителя западные специалисты получили в 77-м году. На этом снимке, сделанном с американского разведывательного спутника, неплохо видны плавные очертания опытного самолета Т-10. Но вот составить более полную картину о машине на тот момент им не удалось. Кстати, Су-27 по классификации НАТО получил обозначение «фланкер», что дословно означает «фланговый». Никакой смысловой нагрузки это не несет. Просто названия всех советских истребителей по этой классификации начинались с латинской буквы «ф». От английского «файтер» — истребитель. Более подробные снимки фланкера натовским пилотам удалось сделать лишь 10 лет спустя, в 87-м году, когда истребители стали выполнять боевое патрулирование над нейтральными водами. А через два года советский Су-27 демонстрировал свои возможности уже в небе Западной Европы. В июне 89-го во французском городе Лебурже состоялся очередной международный авиасалон. До сих пор Советский Союз на этих салонах представлял авиатехнику исключительно гражданского назначения. В 89-м руководство страны согласно новому политическому курсу сочло возможным выставить и военные самолеты, в их числе и Су-27. Причем истребитель был представлен уже в двух модификациях — базовая одноместная машина и ее двухместный учебно-боевой вариант — Су-27УБ. Оба истребителя перелетели из подмосковного Жуковского в Лебурже без промежуточных посадок. Мало того, без дозаправок и подвесных топливных баков. Это уже многое говорило о возможностях самолетов. А продемонстрированный пилотаж и вовсе поверг западных специалистов в шок. Одна из фигур, выполненных летчиком-испытателем Виктором Пугачевым в небе Франции, получила название «Кобра Пугачева». Заметим, что первыми нечто похожее выполнили американцы. Произошло это еще в начале 70-х годов в ходе летных испытаний истребителя F-14. Правда, амплитуда маневра не превышала 90 градусов. На «Кобре» она доходит до 110. Теоретически, возможность выполнения такого маневра была обоснована в ЦАГе. Кстати, по-научному это называется динамический выход на сверхбольшие закритические углы атаки. Впервые подобные режимы были достигнуты в Летно-исследовательском институте во время испытаний Су-27 на сваливание и штопор. Во время полета, который выполнял летчик-испытатель Игорь Волк, выяснилось, при кратковременном выходе на сверхбольшие углы сваливания не происходит. Собрав воедино теоретические и практические наработки, ВОКБ Сухого подготовили для показа новую фигуру высшего пилотажа. В результате данного маневра самолет за 4-5 секунд энергично тормозится, сбрасывает скорость на 250 примерно километров в час. Другим способом пока затормозить самолет на такую величину не представляется возможным. Машина показалась прекрасна. Думаю, что специалисты и зрители по достоинству ее оценят. В начале это было так, значит, вот какие-то там русские медведи приехали на каком-то большом самолете. Что-то там они там нам покажут. Но это быстро очень рассеялось, потому что авиационные специалисты всех стран, с которыми мне приходилось общаться тогда очень много, безусловно, отмечали то, что мы действительно получили режим, который на сегодняшний день не может выполнять ни один самолет. И это, наверное, это будущее. К нам был, конечно, особый интерес, поскольку на самом деле это был Советский Союз, это была закрытость какая-то, и вдруг сегодня Европа видит совершенно удивительное достижение в области самолетостроения. Это было приятно вообще ощущать, и в рамках всех встреч, которые происходили, мы с гордостью раим, что мы, значит, не страна медведей, вообще-то, мы кое-что там имели делать. На Су-27 реализована концепция продольной статической неустойчивости. Во многом именно она определяет высокую маневренность самолета. Остановимся на этом подробнее. У самолета, как у любого физического тела, есть центр тяжести. Относительно этой точки машина ведет себя в полете, как своеобразные качели. Есть еще одна точка, точка аэродинамического фокуса. Когда центр тяжести находится перед фокусом, машина статически устойчивая. Предположим, что в полете на такую машину подействовало внешнее возмущение. Например, сильный порыв ветра, стремящийся задрать нос самолета. На другом плече наших качелей, в точке аэродинамического фокуса, это вызывает приращение подъемной силы. Эта сила стремится вернуть самолет к его первоначальному положению, причем происходит это без вмешательства летчика. Таким образом, устойчивость это способность летательного аппарата самостоятельно восстанавливать режим полета после воздействия возмущения. Такое свойство очень подходит для учебно-тренировочных самолетов. Устойчивая машина может сама исправить ошибки начинающего пилота. Су-27 статически неустойчив. То есть, аэродинамический фокус находится перед центром тяжести самолета. В этом случае приращение подъемной силы не препятствует увеличению угла атаки. На сухом техническом языке это звучит как снижение потерь на балансировку самолета. На практике это означает, что машина более уверенно ведет себя на режимах боевого маневрирования. Другое дело, управлять неустойчивым самолетом вручную довольно затруднительно. то есть, на статически неустойчивом самолете летчик должен делать двойное движение. Сначала в сторону увеличения угла атаки, а потом в сторону балансировки. Не говоря уже о том, что любое возмущение в виде воздушного потока будет все время уводить самолет с точки равновесия. Значит, он его все время должен ловить, особенно при больших скоростных напоров, а скоростной напорный истребитель 10 тысяч, это страшное дело. То есть, он легко может упустить самолет и выйти на разрушающую перегрузку. Статически неустойчивым, например, был самолет братьев Райт. Как это ни странно, так? И они вынуждены были все время вручную, так сказать, его балансировать вот так вот. Летать на нем нормально, в общем-то, было нельзя. Это было все-таки цирковое, так сказать, искусство. Последующие машины, все, которые нормально уже, так сказать, летали, они делались устойчивыми, чтобы летчикам не нужно было заботиться непрерывно об этом процессе. Здесь вот мы опять вернулись как бы к этой идее неустойчивости, когда автоматика, система управления, гидравлические привода, гидравлическая система позволили это сделать. Система, о которой идет речь, называется СДУ, то есть система дистанционного управления. На заре авиации летчик, управляя самолетом, напрямую воздействовал на рули. Для этого от пилота требовалась определенная физическая сила. Так это происходило и на первых реактивных машинах. Но со временем самолеты становились тяжелее, возрастала скорость их полета, физических сил человеку уже не хватало. поэтому на машины стали устанавливать гидроусилители, снижающие физическую нагрузку налетчика. В 70-е годы от механической связи и вовсе стали отказываться. Ее роль теперь исполнял электрический импульс. В то время, когда начинал создаваться Су-27, это была новость. На Западе это называлось по-английски fly-by-wire, это полет по проводам. Все об этом говорили, но никто не применял. И впервые эта система в мире причем была применена, вы, наверное, слышали, такой самолет был сутка. И нам это дало уверенность, довольно большой опыт, потому что основные принципы были заложены. Поэтому, когда стал создаваться самолет Су-27, то там было тоже принято решение делать электрическую систему. То есть, когда на Су-27 летчик отклоняет ручку, компьютер, входящий в систему дистанционного управления, формирует электрический сигнал, который управляет гидроусилителями рулей. Причем в зависимости от условий полета, скажем, высоты или скорости, реакция системы на действия пилота будет разной. А для того, чтобы летчик не потерял ощущение управления скоростной машиной, система связана со специальными загрузочными механизмами. В разных ситуациях летчику придется прикладывать разные физические усилия, а на предельных режимах ручка управления и вовсе будет препятствовать действиям пилота. Когда же на самолет действует внешнее возмущение, такое как рассмотренный нами порыв ветра, система управления самостоятельно вернет истребитель в исходное положение. Чтобы научить систему правильно реагировать на изменения ситуации, на первых экземплярах Т-10 было проведено большое количество испытательных полетов. К сожалению, один из них закончился трагически. В тот день, а было это 7 июля 78-го года, истребитель пилотировал герой Советского Союза летчик-испытатель Евгений Соловьев. На этих кадрах он второй слева. Согласно полетному заданию, Соловьеву предстояло выполнить энергичный бросок машины по перегрузке, так называемый импульс. Необходимо было быстро взять ручку на себя и мгновенно вернуть ее на место. Тут и сказались определенные недочеты в системе управления самолетом. Машина слишком резко задрала нос, и перегрузка составила плюс 6 единиц. Соловьев ожидал, что будет не больше двух. Рефлекторно он отдал ручку от себя, самолет бросило вниз. Затем еще одно рефлекторное движение, перегрузка превысила допустимую, и самолет разрушился в воздухе. Евгений Степанович Соловьев погиб. Переживалось, конечно, очень тяжело, но что там говорить, это была трагедия. Причина там была в общем каком-то новом явлении, так называемое, потом ее тагисты назвали, неустойчивость к большому. Вот, короче, мы напоролись на новый вопрос, который стоил жизни лучшему нашему пилоту. Я уж не говорю, что он был заслуженный летчик-испытатель, не говорю, что он был герой Советского Союза, то есть он был летчиком высшей квалификации. Жизнь, к сожалению, такова, какова есть, и гибель наших товарищей в летных испытаниях, это вот, Комарова, Соловьева, для того, чтобы самолет Су-27 и его модификации жили и стали лучшим, наверное, это жертва, без которой, ну, к сожалению, к великому сожалению, нельзя было поставить этот самолет на крыло. А их дело, ну, продолжили, вот мы, получив самолет после них и доведя его до состояния высокой, высокой летной приводности, поставив его на вооружение, чем мы, в общем-то, имеем право градиться. Ну, и вспоминаем наших товарищей всегда, когда говорим о этом самолете, о других самолетах, поскольку их вклад, их вклад в первые шаги и в начало испытаний его трудно переоценить. Тяжелая работа у летчиков-испытателей. В ситуации, когда наука не знает, именно они первыми сталкиваются с неизведанным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok